Телеканал «Экспресс» представляет. Программа создана по заказу и при поддержке правительства Пензенской области. Партнер программы – компания «Билайн». Вас приветствует Робинзон, и сегодня мы отправляемся по трассе Пензам-Тамбов. И остановимся где-то посередине этой магистрали, в Каменском районе. Каменский район – это усадьба Ваейкова, это Кувака, это база отдыха Белая гора. Наконец-то в Каменке появилась первая в Пензенской области телевизионная вышка. Так что вперед за интересными впечатлениями в Каменский район Пензенской области. Поверьте, вам будет интересно! Современному Робинзону путешествовать без телефона и интернета от компании «Билайн» – это все равно, что двигаться по пути слепым, глухим, немым, без рук и без ног. «Билайн» нам в помощь. Именно при помощи модема от компании «Билайн» мы сейчас и получим первоначальную информацию о Каменском районе Пензенской области. Районный центр города Каменка находится в 77 километрах от Пензы, и добраться сюда можно по автомобильной дороге федерального значения. Сегодня Каменский район насчитывает 66 поселений, в которых проживает более 36 тысяч человек. Моросит легкий дождь, и тут при въезде в город, я подчеркиваю, в город Каменка, Робинзон и почувствую себя настоящими витязями на распутье. В одну сторону пойдешь, что-нибудь интересное да увидишь, в другую сторону отправишься, что-нибудь любознательное да узнаешь. Гибло дело без помощника Бригена путешествовать, и нашим пятницей в Каменском районе стал человек удивительный, обладатель знаний феноменальных. Коренной камень, заслуженный учитель России, краевед, поэт, автор множества научных и творческих работ, Павел Артемович Фельдман. Он-то знает родной район как свои пять пальцев. Памятный камень возле железнодорожной станции Белинской. Но когда-то на самом деле, в 19 веке, эта станция называлась Ваейково. Именно благодаря стараниям Николая Васильевича Ваейкова в 1874 году здесь прошел первый железнодорожный поезд. Так стоит ли считать основание станции основанием города Каменки? Станция Ваейково дала жизнь Ваейковскому экономическому железнодорожному району. Каменка же была в двух верстах от станции Ваейки, от этого места. На горе это место Каменки начало, церковь на горе ее венчала. Внизу раскинулся сельмаш, ими создан город наш. И если мы сейчас вот посмотрим отсюда, с этого места, да, там виднеется сельмаш, там Ваейковский дворец, там церковь непосредственно, город соединялся с непосредственно церковью, ну, прихожане там строили, ходили и так далее, со станцией Ваейково. В 18-м году станция Ваейково стала называться станцией Белинской. Почему? Потому что в 50 километрах отсюда находится Чимбар, родина Виссарион Григорьевич. То есть мы заложили первое, что Белинский и Каменка, ну, будем говорить, землячие братья, да. Лермонтовский разъезд рядом в честь Михаила Юрьевича Лермонтова. Но Виссарион Григорьевич революционер-демократ, Михаил Юрьевич, ну, сочувствующий, но... Но тем не менее консерватор. Он помещик и так далее, а этот, будем говорить, из докторов, мещан и так далее. А не было мечты у местных жителей обратиться к власти, имущей, для того, чтобы переименовать станцию Белинской обратно в станцию Ваейково? Безусловно было. Но были другие идеи при советской власти. Станцию Тухачевская, почему? Потому что Михаил Николаевич Тухачевский. Уроженец этих мест. Да, и гарнизон создателей и так далее. Хотели назвать Паршиным, но он не герой Советского Союза, Петра Ивановича. Я вот склонен, чтобы именно назвали станцию Паршина, знаете. Но вообще лучше было оставить Каменка. Никаких разговоров, чтобы не было путаницы. А то выходим, автовокзал Каменка, ага, станция Белинская, станция Белинская. Многие путаются. На железнодорожной станции вокзала Белинский есть уникальный экспозиционный зал, где представлены портреты великих сынов земли Сурской. Здесь, кстати, много уроженцев именно Каменского района. Великих, достойных уроженцев этой земли можно перечислять бесконечно долго. Не стоит забывать и о тех, кто не родился в Каменском крае, но много сделал для этих мест. Братья Головины, военачальники, сподвижники Петра I, основатели поселения Каменка. Петр Паршин, основатель завода Белинск-Сельмаш и города Каменка. Великий хирург Николай Бурденко, маршал Михаил Тухачевский. Когда-то останки усадьбы графа Воейкова считались излюбленным местом для фанатов экстремальной и экзотической фотографии. Сегодня фотосессию здесь сделать нельзя, потому что данный объект, развальны усадьбы графа Воейкова, находятся под охраной, под охраной воинской части. Воспользуйтесь услугами компании Белайн и позвоним своего друга в Пензу, который собирался приехать сюда и сделать фотосессию. Привет. Да, мы в Каменке, мы около усадьбы Воейкова, но неприятные для тебя новости. Сюда попасть невозможно. Для тебя нет ничего невозможного? Ну, пробуй. В первую очередь все называют это графской усадьбой. Не графские развалины, а графская усадьба. Во-вторых, источники говорят, что это итальянская вилла, которую построил в лесу Владимир Николаевич Воейков. Но совсем недавно, год назад, из историографии нашли документы, что не именно Владимир Николаевич, а его отец Николай Васильевич, также флигель адъютант трех императоров, трех императоров России, начиная с Александра Второго. Что сделал? Он, когда построил станцию Воейкова, и, соответственно, начал строительство вот этого дворца. Конечно, сын продолжил это строительство и так далее. Потому что здесь целый комплекс, не просто один дворец. Здесь и другие помещения, которые с воздуха читаются ВНВ. Воейков Владимир Николаевич. А какие-то мифы и легенды вокруг этой усадьбы вообще существуют? Расскажите о них. Ну, первое, то, что говорят о том, что отсюда, от воинской части, вот от этой усадьбы, идет подземный ход непосредственно в воинскую часть. И куда-то в лес. Потому что Воейков говорил о чем? О том, что, вы поняли, что надо под укрытие воинской части, для чего он организовал этот гарнизон. И крепкий гарнизон, сильный гарнизон. Ну, нужно быть мироволюбивым человеком и готовиться всегда к войне. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Еще одна легенда, что сюда приезжал Распутин. Распутин? Распутин, он его привозил. Но нет доказательств. А цесаревич Алексей приезжал сюда? Единственный вопрос. Вот царь был вместе с цесаревичем в Пензе. Но что именно? Вот здесь легенда. Но смысл... Воейков был же крестным. Безусловно. Все это нормально, но речь идет о том, что никто не доказал, что он вступил на порог этого дома. Всегда считалось, что он недостроен. И всегда считалось, что он ему подарил. Но он мечтал о том. Сам Воейков в своих воспоминаниях с царем и без царя пишет, что он кошку с куницей скрестил и хотел показать царевичу. Почему он не мог показать именно ее здесь? Ну, хотя бы, хоть строчкой написал, что царевич, будучи у меня непосредственно в имении, вот пользовался вот этим благом и так далее. Вот наша задача, робинзонов и краеведов, теперь скрестить историю день современный. И попытаться, попытаться, ну, не полностью восстановить эту усадьбу, хотя бы привести ее в божеский вид. Ну, дай Бог. Блажен, кто верует. До революции в Каменке было пять церквей. Совсем недавно, в 2011 году, мы заложили основу нового храма во имя Александра Анявского. Но самая главная церковь в Каменке, центральный храм, находится за моей спиной. Это храм во имя великомученика святого Дмитрия Соломского, покровителя всех воинов. Основателями Каменки были два генерала, Автомон Михайлович Головин и Иван Михайлович Головин. Значит, Каменка была деревней, а в 1727 году была построена первая деревянная церковь во имя святого великомученика Дмитрия Солунского. Почему именно Дмитрий Солунский? Ну, во-первых, потому что он покровитель воинства, они были непосредственно полководцами. И с тех пор, по крайней мере, в Каменке началось появление стражников, служилых людей. А затем воинский гарнизон с 1906 года. Этот храм, вот этот каменный, построен в 1826 году, после вот этой деревянной церкви и так далее. Он, будем говорить, дважды реконструировался, потому что делали колокольню, делали непосредственно крышу. Но в 1930 году закрыли этот храм. И долгое время он не храмом был, а храмом так называемой культуры ДК. И вот в 90-е годы, по решению нашей администрации, в частности, во главе стоял Анатолий Васильевич Пустовов, отдали это здание, вновь вернули церкви. Великий русский хирург Николай Нилович Бурденко, уроженец Каменки. Он учился в местной церковно-приходской школе в период с 1881 по 1885 годы. Эта школа когда-то находилась где-то вот здесь. Сегодняшняя современная Каменская школа носит имя Николая Ниловича Бурденко. Каменская муниципальная общеобразовательная школа номер один имени Николая Ниловича Бурденко. На этом месте было очень много школ, поэтому многие каменцы называют эту школу «Альма-Матер». Здесь была до революции церковно-приходская, земская, министерское училище, школа второй ступени. В этой школе много училось замечательных людей. В первую очередь Николай Нилович Бурденко, затем Врагов Василий Федорович, который представлял Первую Государственную Думу, был депутатом Первой Государственной Думы. Здесь учился Виктор Степанович Паршин, герой Советского Союза, герой России, академик Александр Владимирович Старовойтов. А сейчас мы отправимся в старинное здание, в старинный особняк в центре Каменки. Для того, чтобы узнать историю этого города, мы идем в Караеведческий музей. До 1917 года здесь было министерское училище, а с 1918 школа второй ступени и с 1998 года начал функционировать Караеведческий музей. Караеведческий музей Я вот не первый раз в вашем музее. Напомните, пожалуйста, из чего состоит ваша экспозиция? Сколько залов, какие предметы есть здесь у вас? В нашем музее два экспозиционных зала. Один зал посвящен Великой Отечественной войне и каменцам, которые участвовали в ней. А второй зал посвящен нашему родному городу. Мы сейчас в нем находимся. Города, да, 16-летие у Каменки, который мы отмечали в прошлом году. Как часто к вам приезжают гости из других районов, а может быть, областей из других, а может быть, даже из других стран? Регулярно приезжают из других районов, из других областей, особенно в летний период. Из иностранцев бывали у вас? Один раз, французы, с сахарного завода. Им очень у нас понравилось. Вот самый ценный экспонат, который есть, например, именно в этом зале? В этом зале? Вы знаете, я хочу отметить такой экспонат, как объемная карта района. Это вообще очень ценный экспонат в том отношении, что эту карту выполняли военные топографы, военные специалисты. И специалистов такого класса сейчас уже в Пензенской области практически не осталось. Вот она является у нас ценным экспонатом. Я знаю, что у вас есть отдельная экскурсия, которая посвящена великим каменцам, которые сделали много для России, для Советского Союза. Вы знаете, это громко сказано, что отдельная экскурсия. Просто в холле нашего музея у нас там как бы небольшая галерея замечательных земляков. И все эти работы выполнены графическим способом нашим каменским художником Виктором Сераевым. И вот как раз мы при входе в музей уже в холле знакомим наших гостей с замечательными людьми. Это такие фамилии, как Ваейковы, отец и сын Паршин, да, Петр Иванович, Бурденко, Николай Милович. Видите, я уже знаю каменцев, которые прославили нашу землю. И два последних вопроса вообще. Цена билета к вам? Ой, цена билета у нас чисто символическая. 15 рублей для детей и 20 рублей для взрослых. Как вы работаете? Дни работы? Дни работы у нас каждый день. Ну, экскурсии мы проводим с понедельника до пятницы. А в субботу и воскресенье у нас здесь есть смотрители, они проведут с удовольствием экскурсию. Пусть вечно город. В город наш стоит, как давший имя каменки гранит. В городеvetа у нас здесь есть смотрители, они проведут с удовольствием экскурсии. В городеvetа у нас здесь есть с использованием乾燥. В городеvetа у нас здесь есть гре Рахим Итагец, добро пожаловать, говорит нам, Робинзоном, самое большое в Каменском районе татарское село под названием Кикино. Здравствуйте, говорим по-русски. Здравствуйте, попробуйте. Вот это национальная у нас выпечка, называется хворост. По своим рецептам, только известным нашим атосельчанам, все это делается, и никому рецепт не говорим. А если я попрошу рецепт? Нет, не скажем. Потому что иначе все, бизнес уже... А то есть эта вкуснятина является частью бизнеса, да? Да, да, это тоже, конечно, конечно. Я угощу других Робинзонов? Обязательно предложим. А пусть они подойдут и тоже попробуют. Сейчас обязательно мы это сделаем. Пройдем в мечеть? Пройдем. Вот она центральная мечеть. Пройдемте, в кем-то. Это самые-самые, да. Хошкин да есть. Вот мы сидим за столом в центральной мечети села Кикино. Насколько мне известно, по мусульманским традициям, женщина не должна присутствовать за столом рядом с мужчиной. Но сегодня исключение. У нас гости. И поэтому ради исключения я на вас не смотрю, вы на меня не смотрите. То есть мы общаемся? За столом. За столом. Исключительно. Вот Кикино, как я понимаю, это достаточно большое село. Сколько у вас проживает людей? В нашем селе около 500 дворов и около 2000 населения. Большое село, которое протянулось на целых 2 километра, можно сказать. А мечети сколько у вас? А мечети у нас три. А к началу 20 века было пять мечетей. Ну, в связи с тем, что революция была, мечети разрушили. Но наше село, благодаря политике нашего государства, решили восстановить. И у нас три мечети действующие. Почему три? Потому что нижней части у нас старейшин много, чтобы им не трудно было подниматься сюда, в гору. И поэтому решили для них построить внизу. Мы подъехали сюда и удивились сразу же этой центральной мечети. Откуда она взялась у вас в Кикино? Благодаря удивлякому Камиль Абдулловичу, это генеральный директор компании Кувака, который исключительно на свои средства решил подарить односельчанам вот эту мечеть. Она названа как? Она названа в честь мамы и воспитательницы. Мечеть так и называется Магиря и Айша. Это открытие мечети было 20 июня 2009 года, как раз в день Сабантуя, куда съехалось очень много гостей из Татарстана, из Арабских Эмиратов. Я слышал про ваши знаменитые китинские праздники, в том числе и Сабантуя. То есть приезжают из разных уголков? Из разных, из разных. Из Эмиратов, из Башкорстана, из нашей жизни. Даже из других стран. Ну, конечно. Стоя на площадке минарета Центральной Кикинской мечети, хочется сказать братьям-мусульманам большое спасибо за интересный рассказ и вкусные угощения. Ну, а мы, Робинзоны, движемся дальше. Робинзоны, движемся дальше. Робинзоны, движемся дальше. Робинзоны, движемся дальше. Продолжение следует...